Чиновники промониторили наличие в сетевых магазинах продуктов, а также установленные на товары первой необходимости цены. Напомню, наблюдение за продовольственной ситуацией в области продолжается уже несколько недель после введения России санкций против ряда стран. Ценовую политику в саратовских гипермаркетах оценила и наша съемочная группа. Для удобства наших покупателей, товары местных товаропроизводителей выделены специальными вставочками товар местного производства Саратов. Именно Саратов. Продукции местных производителей в этом гипермаркете теперь отдают предпочтение. Правда, подорожание на некоторые виды товаров избежать все равно не удалось. Чиновники объясняют, это произошло, поскольку после введения санкций пришлось искать новых поставщиков. Были наработанные связи, были контракты. Потом часть контрактов, теперь что нужно было? Прервать эти контракты, найти новых поставщиков. Но это нужно время, это не дело одного дня. Потом есть такая вещь в торговле и вообще в бизнесе, когда верят. Какие-то новые поставщики с новым товаром. Нужно проверить, какое у него качество, насколько он обязательный, сможет ли он гарантировать такие объемы поставок. Обещают, через месяц-два ситуация вернется в прежнее русло. Найдут поставщиков дефицитных сегодня товаров. Пока же все усилия бросили на то, чтобы удержать цены на продукты первой необходимости. Жители соглашаются, социальные товары и впрямь не подорожали. Цены нормальные, даже на некоторые продукты, например, такие вот арбузы, дыни, они ниже фермерские, вот это сливы, ниже, чем на рынке. Обеспечены местным хлебом, овощами и еще рядом продуктов саратовского производства. Вот только профильные чиновники не уследили за ситуацией с местной птицей. Пытались заполнить прилавки всех сетевых магазинов товарами только одной птицефабрики. В итоге дефицит саратовской курятины. Министерство нашего сельского хозяйства, Министерство экономики и торговли должны отбалансировать эту ситуацию. Потому что таких провалов не должно быть. Это первое. Ну и мы не должны ограничиваться возможностью только одной птицефабрики. А здесь надо оперативно работать, потому что это быстро, во-первых, производство мяса, во-вторых, быстрое решение этого вопроса. Ситуация в целом, уверены чиновники, сегодня под контролем. Но будут продолжать ежедневный мониторинг. Сегодня одна из главных задач не только сдерживать цены, но и найти производителей, которые смогут заполнить полки недостающими товарами.